Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про ZigBee удлинитель на 4 евро розетки и 2 USB порта для питания и зарядки гаджета. По обыкновению мы рассмотрим возможности устройства в штатной системе управления, а работает он в экосистеме TUI eSmart, а также не оставим без внимания способы интеграции в альтернативную систему управления Home Assistant. Модель Yuzelink SM-SO306E, количество розеток 4, количество USB 2, входное напряжение 110-240 В, максимальный ток общий 10 А, максимальный ток на USB 2,1 А, потребляемая мощность в режиме ожидания 0,3 Вт, Рабочая влажность не более 80%, рабочая температура от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия. Беспроводный интерфейс ZigBee, корпус из огнеупорного материала, цвет белый, размер 335х65х41 мм. Поставляются устройства в простой белой картонной коробке, никаких логотипов производителя, ничего нет, лишь рисунок, поясняющий, что это удлинитель, название и перечень параметров сбоку. В комплекте имеется небольшая инструкция на английском, стандартным описанием подключений для розеток и реле. Напомню, базовая экосистема этого устройства – Tuya Smart. Устройство сделано из белого огнеупорного пластика, внешне ничем особо не отличается от самого обычного бытового удлинителя. Силовая часть состоит из четырех глубоких Shuka Euro розеток с заземлением. Контакты имеют защиту от детей и попадания брызг. С другой стороны находятся светодиодные индикаторы, два порта USB, они запараллелены, и кнопка управления питанием, которая включает и отключает сразу все розетки. Сбоку черный предохранитель. На нижней стороне по центру продублирован номер модели и базовые характеристики устройства, а по краям удлинителя есть специальное крепление для установки его на стену, как вертикально, так и горизонтально. Размер устройства 33,5 см в длину, 6,5 см в ширину, глубина составляет 4,1 см. При этом на странице устройства в магазине на Алиэкспресс ошибочно указано 3 см. Для разборки с нижней стороны нужно снять 8 пластиковых заглушек, которыми прикрыты головки шурупов. Силовые контакты. Но ли земля общая, фаза отдельная для каждой розетки, так как они все имеют раздельное управление. Все сделано основательно, пайка хорошая, провода достаточно толстые. Плата управления. Коричневые провода идут от рели отдельно на каждую розетку. Чтобы ее снять, нужно открутить еще 6 шурупов, 4 из самой платы и 2 скрепления провода. Передохранитель на входе на 10 Ампер, это общий максимальный ток. Для мощных нагрузок удлинитель использовать не получится. Не более 2,2-2,3 кВт суммарно. А вот так выглядит плата управления. Каких-либо угрехов конструкции я не обнаружил. Пайка аккуратная, флюс отмыт. Качество хорошее. На каждый из каналов применены 10 Амперные релейные модули. То есть при использовании одной розетки, она сможет тянуть максимальную для всего удлинителя нагрузку. Стандартный для устройства к системе TUIASMART ZigBi модуль TEZ-S3. После подачи питания удлинитель готов к сопряжению. Вручную перевести в этот режим можно удерживая кнопку питания 5-7 секунд. Логическую часть начнем с штатного приложения TUIASMART. Понадобится совместимый ZigBi шлюз. Запускаем режим подключения дочерних устройств и ждем пока удлинитель не появится в списке обнаруженных устройств. Далее задаем имя и место расположения. После этого удлинитель появится в общем списке и в списке подключенных устройств шлюза. Окно плагина состоит из 5 переключателей. Первое 4 это силовые розетки, потом USB, общие естественно. А под ним 3 кнопки, включение и выключение сразу всего и настройки состояния при восстановлении питания. Есть 3 варианта поведения удлинителя при подаче питания. Все порты включить, все выключить или помнить состояние перед отключением. В настройках есть опция оффлайн уведомления, но при этом нужно предусмотреть бесперебойное питание для шлюза и роутера. Ко мне попало устройство с актуальной на сегодня версией прошивки. Удлинитель может участвовать в сценариях и в разделе триггеров условий, и в разделе действий. Для триггеров доступны смены состояния включить или выключить для любого из переключателей, а также изменение состояния реле при выключении питания. Для раздела действий автоматизация, это то что удлинитель будет делать при выполнении триггера, для каждого из 5 свечей есть включение, выключение и переключение состояния, а также есть возможность задать режим при восстановлении питания. Щелчки релейных модулей удлинителя, они явные и особенно ночью будут хорошо слышны, учитывайте этот момент. Максимальный ток на USB, общий, так как порты запараллелены, заявлен 2,1 А, но при этом напряжение находится еще в пределах нормы при нагрузке до 2,5 А, но не более, так как после этого значения напряжение начинает сильно просаживаться. А та сторона, где находятся эти порты, становится ощутимо теплой. Режим работы, все выключено после восстановления питания. А здесь наоборот, все включено, вне зависимости от состояния перед отключением, все розетки USB включатся. А это режим сохранения состояния, включатся только те порты, которые работали перед отключением. Аккаунт Tuya Smart интегрируется с Google Home, добавляемые устройства будут автоматически пробрасываться и сюда. Удлинитель, как 6 свечей, 4 розетки, USB и свитч, которые управляют одновременно всеми портами. Что есть что, легко определить по названию. Управление всем удлинителем, розетки с первой по четвертую и USB. Хорошая новость, устройство официально поддерживается в ZigBit UMQTT, о чем имеется запись в списке совместимых устройств на сайте проекта. Запускаем режим добавления новых устройств. Я использую родной веб-интерфейс интеграции, который пришел на смену ZigBit UMQTT Assistant. На удлинителе удерживаем кнопки, запускаем режим сопряжения и ждем, пока он не появится в общем списке. Устройство является роутером, что естественно, так как оно имеет стационарное питание. Модель устройства определяется как TS0-115. Другие устройства сети смогут подключаться через него, это автоматический процесс и не очень быстрый. Всего тут есть 6 сущностей, это уровень качества сигнала и 5 переключателей, розетки и USB порты. Из минусов, тут нет возможности задавать режим работы при отключении питания, и это очень печально, так как по умолчанию он находится в режиме все выключено. Ровно так же все пробрасывается и в Home Assistant, сенсор качества сигнала и свечи. Также не возникает никаким проблем к подключениям к SLS в шлюзу. Устройство проходит интервью и корректно опознается и добавляется в общий список. Расширена информация об удлинителе. Возможности задать режим работы при восстановлении питания тут пока тоже нет, но в теории добавить ее можно. В сущности, уровень качества сигнала и 5 переключателей, которые можно протестировать прямо отсюда. Все они точно так же пробрасываются в Home Assistant. По сути, это 4 разные розетки плюс 2 USB порта в одном корпусе, так как имеют раздельное управление. Здесь не хватает, конечно, энергомониторинга. Я уже не говорю на каждую розетку, хотя бы общий. Ну и было бы очень неплохо, если бы в альтернативной интеграции смогли добавить очень удобные режимы сохранения состояния перед отключением питания. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok